Проходите сутки с точки зрения регламента и с точки зрения вопросов. Значит, глупо уважаемые коллеги, мы начинаем работу очередную сессии, очень важной, как мне кажется, сессии, которая посвящена современным проблемам и современным аспектам лечения хронического вирусного гепатита С, состоянию проблемы современной противовирусной терапии. В работе симпозиума принимает сегодня Винницкая Елена Владимировна, профессор Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии и Владимир Евгеньевич Сюткин, представляющий также учреждение здравоохранения департамента города Москвы, институт Склифосовского, отдел трансплантации печени и солидных органов. Ну и я ваш покорный слуга, врач Никитин Игорь Геннадьевич. Значит, проблема лечения хронического вирусного гепатита С, это проблема, которая развивалась, по-моему, на наших глазах уже достаточно длительное время. От истории открытия интерферона до присоединения, вспоминания о забытом рибоверине, о той самой простой комбинации интерферона и рибоверина с массой побочных эффектов, созданием пигелированных форм интерферона, ситуация с ожиданиями врача и ожиданиями пациента, она, конечно, существенно изменилась. И частота так называемого устойчивого вирусологического ответа, той KPI, той точки очень важной, которая оценивает результативность лечения. А что такое достижение устойчивого вирусологического ответа? Уж как минимум у некоторых пациентов, у некоторых я специально делаю подобные акценты, это обратный реверс фиброза, функциональное восстановление печени и существенное изменение качества жизни, что является крайне важным моментом достижения цели терапии. Но мы с вами абсолютно понимали, что это не может долгое время оставаться каким-то лимитом, какой-то вот такой вот конечной точкой, которая бы определяла наши результаты лечения. С другой стороны, у нас совершенно незаслуженно оставалась неохваченная целая группа пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями кишечника, аутоиммунной патологией, вендокринологией, какой-нибудь там тиреидит, понимаете, формально являлся основанием для отказа пациенту. Возраст пациента, мы всегда думали, пометуя о назначении, исследование коронарного резерва, наличие сосудистых осложнений и так далее, и так далее. И вот сфокусированные действия на тонкой биологии вируса, вычетка вот этих ключевых ферментов репликации, принимающих участие в воспроизводстве жизненного цикла вируса, позволила сформировать совершенно новый класс лекарственных препаратов, которые сейчас зарегистрированы и, в общем-то, являются стандартной терапией лечения хронического вирусного гепатита С. Все новое, оно всегда привлекает очень большое внимание. Эту проблему рассматривают фактически под микроскопом. Сегодня уже появились достаточно обобщенные, хорошие результаты третьей фазы, постмаркетинговые уже исследования после регистрации. Но, тем не менее, конечно, практически опыт применения лекарственных препаратов данной группы, мне кажется, он будет диктовать необходимость очень такого детального и пристального анализа на некоторых позициях, на некоторых конкретных популяционных группах, ну, в частности, пациенты с циррозом печени, степенью различной его декомпенсации, пациенты с гепатоцеллюлярной карциномой, пациенты настроенные на трансплантацию, пациенты старших возрастных групп, это вообще отдельная история. И, собственно говоря, частично коинфекция с другими вирусами. И вот частично мы сегодня на этапе уже того, что накоплено за этот период практической имплементации данной группы лекарственных препаратов и попытаемся осветить некие вопросы. Будем рады, если это получит такой режим живой дискуссии, знаете, такой фидбэк после, так сказать, докладов. И в этой связи, вот с такой преамбулой, я с большим удовольствием по нашей программе предоставляю слово Елене Владимировне Винницкой «Отдаленные результаты эрадикации вируса гепатита С», что нам уже известно. Почти интригующее название. Пожалуйста, Елена Ланина. Уважаемые коллеги, совершенно ясно, что лечение вирусного гепатита С и достижение успеха в этом лечении, рассмотрение отдаленных результатов терапии на сегодняшний день очень актуально. Мы должны понимать, к чему мы стремимся, проводя терапию, и какие результаты достигнуты у пациентов через 5, 10, 15 лет и так далее. Если смотреть на естественное течение заболевания, то следует сказать, что без лечения в 15-20% случаев происходит самопроизвольное выздоровление. Однако судьба остальных 75-80% пациентов протекает по различным сценариям. Это может быть длительное течение персистирующего хронического гепатита без внешних клинических проявлений, возможно быстрое формирование фиброза, возможно проявление внесистемных проявлений, которые доминируют в клинической картине заболевания. А также через 20 лет в среднем у 20% формируется цирроз печени. Через 10 лет до 30% это декомпенсация этого тяжелого заболевания. Кроме того, следует отметить, что каждый год происходит формирование гепатоцеллюлярной карциномы от 1 до 4% случаев. Было проведено исследование с целью прогнозирования, каков же будет пул под тяжелых пациентов без проведения соответствующей противовирусной терапии. Были проанализированы истории болезни в Соединенных Штатах всех зарегистрированных пациентов в период с 2005 по 2009 год. С помощью математического анализа было вычислено, что к 1935 и 1930 годам огромное количество пациентов будут иметь тяжелые поражения печени в виде тяжелого декомпенсированного цирроза печени, гепатоцеллюлярной карциномы, будут подвергнуты трансплантации. Это еще раз подчеркивает актуальность проблемы, которой мы сегодня касаемся. Существуют критерии, согласно которым определяется приоритетность в противовирусной терапии. Так, версия американских рекомендаций Общества по изучению печени совместно с Обществом по изучению инфекционных заболеваний печени по борьбе со СПИДом предлагает разделить как наивысшую приоритетность и высокую приоритетность. Ну, естественно, что наивысшая приоритетность – это тяжелая степень фиброза F3 по шкале метавир, компенсированный цирроз F4, а также пациенты, у которых была трансплантация органов, эссенциальной смешанной криоглобулиной мией, пациенты с болезнями почек. К высокой приоритетности относят пациентов с фиброзом более легкой степени F2, к инфекции ВИЧ, пациентов с тяжелым астеническим синдромом, который приводит к истощению, с сахарным диабетом, коинфекцией вируса гепатита B. Сюда же относятся неалкогольная жировая болезнь печени на стадии стата гепатита и поздняя кожная порфирия. Когда проанализировали большую группу пациентов по критериям приоритетности, о которых я выше говорила, то оказывается, две трети пациентов требуют срочного и неотложного лечения. Ретроспективное когортное исследование электронных медицинских карт с целью оценки частоты прогрессирования до цирроза и декомпенсации показало, что сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет более часто встречаются у пациентов с вирусным гепатитом С и циррозом. В то же время сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет, хроническая болезнь почек и ожирения связывают с увеличением риска декомпенсации. По данным Организации медицинского обслуживания США был проведен анализ частоты прогрессирования хронического гепатита до стадии цирроза и декомпенсации с оценкой частоты развития гепатоцеллюлярной карциномы и смертности пациентов. У пациентов с вирусным гепатитом С и декомпенсированным циррозом наблюдалась более высокая частота гепатоцеллюлярной карциномы, трансплантации печени и смерти. То есть гепатоцеллюлярная карцинома встречалась в 5 раз чаще, причем при компенсированном циррозе, а смертность была в 2 раза выше, чем при компенсированном циррозе в этой группе пациентов. То есть исходы, включающие гепатоцеллюлярную карциному, трансплантацию печени и смерть, значительно чаще встречались у пациентов с циррозом, нежели у пациентов без цирроза. Что позволяет сделать совершенно очевидный вывод, что чем раньше мы диагностируем заболевание и лечим, тем мы больше можем способствовать снижению тяжести заболеваемой и смертности. На сегодняшний день уже получены весьма отдаленные результаты противовирусной терапии, которая проводилась с использованием пигелированных интерферонов. Так, международное многоцентровое исследование с последующим наблюдением, которое было осуществлено в пяти клиниках в Европе и в Канаде, показало, что общая смертность пациентов, у которых была достигнута эрадикация вируса, значительно смертность была ниже, чем у пациентов, которым не проводилась терапия. То же касается смертности, обусловленной заболеванием печени или трансплантацией верхних график и гепатоцеллюлярной карциномы. Влияние устойчивого вирусологического ответа на риск исходов при гепатоцеллюлярной карциномы также было исследовано в пятилетнем наблюдении после терапии. Достижение устойчивого ответа было связано с уменьшением риска смертности до 62-86%, уменьшением риска трансплантации на 90%. Здесь, на этом слайде, отмечена эффективность раннего начала, которую чем раньше мы начинаем лечить, тем ниже риск смертности и осложнений. Более высокая заболеваемость раком отмечена у больных с вирусом гепатита С. Это касается не только гепатоцеллюлярной карциномы, но и рака всех другой этиологии. Частота рака возникновения выше у пациентов, инфицированных вирусом гепатита С, что может указывать еще на одну возможную манифестацию вирусного гепатита С. Особое место занимает ассоциация лимфомы и вируса гепатита С, которая хорошо изучена, доказана. Здесь приведены данные одного из исследований, когда было обследовано 89 пациентов с лимфомой, у которых был выявлен вирусный гепатит С. В 44% не предлагалась терапия в связи с тем, что на этот период степень фиброзы была очень низкая. В результате было показано, что скорректированная по возрасту смертность была выше более чем в два раза в случае ассоциации лимфомы с вирусным гепатитом С, которые не получали терапию. Ретроспективный анализ. 62 последовательно отобранных пациентов Японии показал, что снижение риска развития гепатитцеллюлярных карциномы более выражено при достижении эффекта на более ранних стадиях. Отдельно графой в течение вирусного гепатита С стоит внепеченочное проявление. На первом месте смешанная криоглобулиномия, которая может приводить к тяжелому исходу у наших пациентов. Лечение пигелированными интерферотами, проводившееся в Италии, показало значительное улучшение и выздоровление при системной смешанной криоглобулиномии при своевременно проведенной успешной терапии. Наблюдается сильная взаимосвязь между инфекцией вируса гепатита В и С и увеличением частоты сердечно-сосудистых событий. Это видно на этом слайде. Терапия, основанная на использовании интерферонов, была связана со снижением риска инфаркта пациентов на 61% после корректировки на известные прогностические факторы. Кроме того, наблюдается сильная взаимосвязь между хронической инфекцией вируса гепатита С и увеличением риска заболевания почек. Уровень РНК, показанное в сыворотке крови, является очень фактором, который может предсказывать фатальный исход у таких пациентов. Длительное наблюдение пациентов, у которых была получена эрадикация вируса гепатита С, показало на риск возникновения гепатитцеллюлярной карциномы. И следует отметить, что длительное наблюдение этих пациентов необходимо не только во время терапии, но и по окончании, по достижении успешного результата в терапии. Особенно в тех случаях, когда это заболевание сочетается с метаболическими нарушениями. В заключении следует сказать, что успешное достижение эрадикации вируса гепатита С позволяет продлить жизнь пациента, улучшить качество их жизни и, несомненно, является целью нашей терапии. Спасибо. Спасибо огромное, Елена Владимировна. Мы, коллеги, я предлагаю сделать тогда такую небольшую дискуссию, может быть, в конце симпозиума, или мы поговорим сейчас вот о том, что представила Елена Владимировна, как Вы думаете? Я думаю, что в конце это будет правильно, да, некоторые такие комментарии. Елена Владимировна, я тогда попрошу представить меня вот со следующим выступлением, хорошо? Слово предоставляется Игорю Геннадьевичу Никитину, профессору, заведующему кафедры госпитальной терапии 2-го лечебного факультета университета Пирогова. Коллеги, ну, вот специально взял, даже еще с утра сегодня сидел и готовился, все время приходит что-то, так сказать, на ум, какие-то ремарка была, знаете, вроде уже сто лет видел презентацию, знаешь ее и понимаешь, о чем сказать. И смотришь на материал, и, так сказать, приходит, ну, что-то, так сказать, в голову новое, некие акценты, которые бы вот обязательно хотелось бы сегодня именно донести аудитории. Тема моего сообщения – противовирусная терапия хронического вирусного гепатита С препаратами прямого действия. Преимущество в краткосрочной и долгосрочной перспективе. В преамбуле нашего замечательного мероприятия мы уже сегодня сказали, что да, это новый этап, это абсолютно новое веяние в противовирусной терапии хронического вирусного гепатита С, расширяющие горизонты, определяющие целевые группы, минимизирующие побочные эффекты, улучшающие качество жизни. Но это достаточно новый шаг, это достаточно новый подход. Вот помните в свое время, когда появился ламевудин, и мы думали, что вот сейчас мы с шапками с вами забросаем HBV-инфекцию, и вообще этой проблемы больше не было. Мое глубокое убеждение, что вирусная гепатита B вообще к нам откуда-то прилетела, и что бы мы с вами в ближайшее время, так сказать, не делали, и, наверное, об эрадикации HBV-инфекции говорить точно не придется, но как минимум надежное управление HBV-инфекцией – это уже колоссальный результат. В отношении лечения хронического вирусного гепатита С как будто бы нам с вами видятся почти радужные перспективы. Посмотрите эволюцию лечения хронического вирусного гепатита С за эти годы. Вспомнили и замечательную компанию ICN, которая там, так сказать, рибоверин делала для лечения риносинфициальной инфекцией, но в силу жутких побочных эффектов было поставлено на полку и забыли про рибоверин, да. Вспомнили короткий интерферон, вспомнили комбинацию, потом приступили к механизмам пигелирования, о чем я уже говорил сегодня в начале симпозиума. Но абсолютно понятно, что добрая половина пациентов, леченных вот такими схемами, пусть даже вот с золотым стандартом, с плохой переносимостью, ну ничего лучше на тот момент просто не было, и это объективно, так сказать. Вот половина пациентов, к сожалению, у нас либо излеченных демонстрировала отсутствие СВО, либо вообще не могла лечиться. Что такое достижение СВО для пациентов с хроническим вирусным гепатитом С? Совершенно четкая, определенная дефиниция, имеющая критериальные KPI, точки качественные, количественные, временные, процессуальные. И сегодня достижение стойкого вирусологического ответа для больного с хроническим вирусным гепатитом С, среднестатистического больного, с индексом 2F02, с отсутствием фиброза, среднего возраста до 45 лет, ну то, что, собственно говоря, и было элементом основной статистики в то время, оно означало выздоровление, оно означало совершенно другую судьбу, так сказать, в жизни этого пациента. И мы все время сетывали, господи, боже мой, вон с Татьяной Владимировной, с Татьяной Николаевной Лопаткиной было очень много общих больных с какими-то системными проявлениями, интерферон, как же, чего там дополнительно назначать, хронические воспалительные заболевания кишечника, диабет, тяжелая сосудистая патология. Как было подходить к лечению этих пациентов? Что мы могли тогда им предложить? И мы совершенно вот уже интуитивно понимали, что мы, наверное, находимся на пороге чего-то нового, совершенно новой эры. И вот эра эта пришла, мы увидели совершенно новые классы препаратов с прямым противовирусным действием, и нам с вами с трезвой головой предстоит прожить некий период времени для того, чтобы оценить отдаленные результаты вот этой терапии, новой совершенно, принципиально новой терапии. И мы уже с вами можем проанализировать сегодня результаты ближайшего будущего. Что сегодня, с другой стороны, мы же с вами не в космосе находимся, мы с вами практические врачи, мы работаем в системе практического здравоохранения, мы организуем систему, в конце концов, оказания медицинской помощи этим пациентам. Что мы сегодня можем сказать в отношении препаратов с прямым противовирусным действием? Это очевидно короткие курсы лечения, это достаточно высокая управляемость лечебным процессом, это высоко прогнозируемый результат. Какие выводы из этого можно сделать? А это значит, что данные схемы мы с вами можем имплементировать в систему практического здравоохранения с очень четкими требованиями к производителю. Так называемый шеринг-эффект и так далее, и так далее. То есть оплата случаев даже в системе базовой программы обязательного медицинского страхования только за эффективный результат, за эффективное пролечивание. Это сейчас становится трендом абсолютным для имплементации схем в систему общественного здравоохранения. От 8 до 24 недель лечения. Сегодня все пациенты, как мы уже сказали, формально являются пациентами с хроническим вирусным гепатитом С, кандидатами на противовирусное лечение. Я сегодня опять-таки адресую ваше внимание финансовой обеспеченности, обеспеченности системы общественного здравоохранения, кадровому потенциалу и инфраструктурному. Вот 2,5% населения Российской Федерации, они позитивны по анти-HCV. Это 3 миллиона 625 человек. Мы приблизительно с вами знаем, что 60% из них имеют форму хронического вирусного гепатита С. Вот от стадии F0 до стадии F4. А это 2 миллиона 600 тысяч. Вот скажите, пожалуйста, в практической жизни вот эти 2 миллиона 600 тысяч, они же не придут, не снимутся одномоментно и не придут в лечебные учреждения. Правда? И для этого мы понимаем, что у нас... Я когда вижу некие экономические просчеты, которые нам представляются, и мы понимаем, что ни инфраструктурно, ни кадрово, ни финансово уж тем более мы, конечно, не готовы. И сегодняшние результаты, которые представляются в литературе, я вам покажу потом, они даже в странах с достаточно хорошей, высокой обеспеченностью, не 3,5% ВВП на систему общественного здравоохранения, а гораздо выше, они все равно с этой точки зрения нацелены на определенные группы пациентов. Пациентов с продвинутым фиброзом или циррозом печени. Кстати сказать, еще очень важно, какова степень его компенсации. Но так или иначе, потенциально все пациенты с хроническим вирусным гепатитом С, согласно рекомендациям, и рекомендация – это некая идеальная клиническая ситуация, да, они подлежат лечению противовирусному. Посмотрите, как менялась эра терапии, появлялись новые препараты, и сегодня, конечно, вот, ну, high class – это, так сказать, комбинация фиксированных доз в одной таблеточке с достаточно высокой эффективностью терапии. Как при ВИЧ-инфекции повышает преемственность к лечению? Человек один раз принимает препарат, одна таблетка, удивительное, так сказать, качество жизни и короткий срок лечения. И смотрите, сегодня появляются режимы, которые содержат в себе и НС-5 ингибиторы, и ПА-ингибиторы, содержание нескольких препаратов, которые позволяют достичь устойчивого вирусологического ответа за очень короткий период времени, что тоже очень важно для системы страхового здравоохранения. Вот, собственно говоря, эффективность коротких режимов в одной таблеточке подтверждена уже реальной клинической практикой. Здесь показан 8-недельный режим сочетания лидипосфиросцев с бавиром у наивных пациентов без цирроза. Это так называемая чистая средняя группа пациентов. И вы видите, что частота достижения устойчивого вирусологического ответа за такой короткий срок, вот эта риск-ширинг-система, мне кажется, она вот прям ложится в проблему хронического вирусного гепатита С, где действительно мы можем оплачивать только случаи с состоявшейся эффективностью. И очень впечатляет 8 недель. И это данные, ну, фактически по всему миру. У нас нет оснований сомневаться, да, в представленных результатах. И, собственно говоря, подходы нам уже совершенно известны. Я хотел бы осветить вам результаты некоторых исследований, которые, возможно, вызовут вопросы, которые, возможно, могут стать предметом дискуссии, но это сегодня наиболее объективный материал, позволяющий судить как о краткосрочных, так и уже, ну, более или менее долгосрочных результатах лечения пациентов на препаратах с прямым противоверсным действием. Сегодня мы будем говорить в том числе и про препараты фосбовир. Это исследование третьей фазы. Всего было 991 человек, суммарно, общее количество этих пациентов. И они были распределены на две большие группы пациентов. Это так называемый регистр СВО, где все хорошо, где под данным протокола мы достигли в намеченной исследователем временной точки устойчивый вирусологический ответ. Таких пациентов было 480. И так называемый секвенс-регистр – это пациенты с вирусологической неудачей. Таких пациентов в этом регистре оказалось 116. Базой для формирования этих регистров, по сути дела, этих двух групп, стали такие крупные исследования третьей фазы с применением савсбовир, как исследование фишин, позитрон, фьюжн и нейтрино. В первой группе 17 человек прекратили участие, в связи с чем? Это всего лишь 4%, потому что кто-то отозвал информированное согласие. Цель исследования – это длительное, системное наблюдение за пациентом, для того, чтобы реально оценить отдаленный, долгосрочный результат вот этого вот лечения. 17 человек отозвали информированное согласие, в первой группе кто-то потерялся в процессе наблюдения, такое случается достаточно часто, кто занимался клиническими исследованиями, и кто-то был исключен, всего лишь один человек по решению исследования. В итоге в наблюдении основная масса 96% пациентов, 463% все равно остались, и продолжается, кстати сказать, часть из них еще наблюдаться. А в исследовании секвенса осталось для наблюдения у нас 28 пациентов, конечно, их значительно меньше, но от пула общего это составило 24%. Очень важное замечание, что ни у одного пациента с рецидивом в третьей фазе исследования не выявлено было мутации резистентности на момент включения в регистр. Просто дополнительного секвенирования при этом не проводилось. И большинству исследователей, сейчас очень много, а большинству участников и исследователей было предложено повторное лечение, возможность включения в другие протоколы, компании, которая проводила вот эти исследования. Что наблюдалось, что нам вообще, так сказать, очень важно для себя оценить? Сохранение авиаремии. Вот то, о чем говорила Елена Владимировна в своем первом докладе, это хай, цель такая, дефиниция, состоявшийся устойчивый вирусологический ответ у больного с хроническим гепатитом С, это принципиально другая судьба пациента и другая жизнь. Поэтому и целью вот этого наблюдения трехлетнего было оценить, а насколько стоек вот этот устойчивый вирусологический ответ. И в частности, в группе пациентов СВО, где он состоялся, он оценивался через 48 недель и через 72 недели. И мы увидели, что, собственно говоря, о доступной этому анализу было 91% на 48 неделе, основной пул пациентов, и 19% на 72 неделе, то есть через три года. И тем не менее, все те, кто попали в этот анализ, демонстрировали, будьте здоровы, устойчивый вирусологический ответ, то есть сохранение авиаремии, отсутствие признаков активного гепатита биохимического, ну и пункционной биопсии печени здесь не делалось. Кто были эти пациенты? Какова была структура пациентов, которые принимали участие в исследовании? Вот в этом регистре СВО и СИКВЕНСе, были ли они сопоставимы по полу, возрасту, расе, схемам лечения? И как они наблюдались? Ну, и в регистре СВО, и в регистре СИКВЕНС мы увидели, что, собственно говоря, полувозрастная, расовая характеристика этих пациентов была фактически одинакова. Если говорить про частоту генотипов распространения, то справедливости ради следует сказать, что в группе СВО фигурирули пациенты с шестым генотипом, которых не было в группе пациентов СИКВЕНС. Еще на что я хотел бы обратить ваше внимание. Вот три года ходят эти пациенты и наблюдаются. И при каждом визите, посмотрите, тесты при каждом визите, измерение титра РНК вирусного гепатита С, клинико-лабораторные тесты и выборочные клинические исходы. То есть фактически прослеживается судьба клинического пациента на протяжении всего периода наблюдения, а не просто формальное определение вирусной нагрузки. И пациенты эти, они были включены, как мы уже с вами сказали, в группы клинических исследований, которые включали в себя софузбавир. И шесть клинических исследований софузбавир при этом не включали. И, собственно говоря, результаты сегодня, участие из них уже на 72 неделе вполне себе можно было оценить. А основная цель, собственно говоря, вот этого анализа, прослежения, слежения, да, отслеживания вот той долгосрочной судьбы, ну сейчас цель поставлена 72 недели, это ни много ни мало, пациентов, я не буду вдаваться в подробности, я лишь скажу, знаете, на что акцентирую ваше внимание. Уж как минимум 56 человек и 51 человек из группы СВО и из группы Sequence уже подошли к моменту, когда, возможно, окончательная оценка. Прошли вот эти 72 недели, когда можно сказать с уверенностью, что же стало с этими больными. Что же стало с этими больными? Из 5433 пациентов, которые составляли группу регистра СВО, где все было хорошо на самой ранней точке протокола, поставленного исследователем и поставленного спонсором, у 21 человека, 1433 минус 5414, да, 21 человек стали доступны анализу по показателям, которые оценивались как негативные, формально. Доступна анализу оказалось 18 человек, и мы можем сказать, что у шести пациентов отмечен так называемый поздний рецидив. Вот, кстати сказать, большой, огромный вопрос для дискуссии. Вообще возможен поздний рецидив. Очень хорошо было бы узнать, как трактовались эти данные, делался ли глубокий секвенс, был ли это филогенетически тот же вирус. Ну и возможность реактивации мы с вами, так сказать, не исключаем. Реактивация при хроническом вирусном гепатите С – это ситуация, имеющая на сегодняшний день абсолютно понятное, так сказать, значение. И вот у 12 пациентов произошла реинфекция. Все остальное в группе СВО очень даже хорошо. Единошний состоявшийся устойчивый вирусологический ответ, вот сегодня можно это уже проследить у 56 пациентов, он как был, он так и остается. И есть, наверное, большая вероятность, когда это исследование закончится, что вот те самые 5 414 человек, они продемонстрируют, собственно говоря, то же самое, это очень впечатляющие цифры для вот такого продажного сегмента, как статистика. Хочешь так переверну, хочешь так, а вот здесь все очень в этом смысле существенно. А вот пациенты с несостоявшимся ответом, которые сейчас получают противовирусную терапию, это будет, наверное, дополнительный и отдельный анализ. Поэтому вот то, что сегодня уже можно сказать совершенно определенно. Мутация очень большая, очень важная проблема, когда мы начинаем терапию, когда мы оцениваем результативность неэффективности этой терапии. И вот здесь три группы больших пациентов, которые получали разные схемы. Две последних из них, вот, лидипосфир, софузбавир и рибавирин 12, и софузбавир и велпотосфир, рибавирин 7, они демонстрируют, что преимущества в этой группе, ну, относительные, что в основном в этой группе пациентов представлена только одна раф-мутация NS5A полимеразы. В то время, как в первой группе пациентов, в которой не получалось софузбавир, мы видим огромное количество мутаций, значительно затрудняющих потом судьбу. Были пациенты, у которых было даже больше семи, их пять человек, но тем не менее, больше семи мутаций NS5 полимеразы. Это вообще, так сказать, ящик Пандора на будущее. Это огромная проблема будет пациентов, которые селектировали совершенно естественным образом с точки зрения возможности перелечивания. Какие мы выводы можем сделать? Вот глядя на этот слайд, всегда софузбавир, наверное, очевидно пригоден как компонент перелечивания. И схемы, включающие софузбавир, ассоциированы с более низкой вероятностью развития индуцированных мутаций, связанных непосредственно с противовирусной терапией. Появилось очень много данных, которые оценивают результативность противовирусной прямой терапии. И с других точек зрения, святое место пусто не бывает. Помните, ликвидировали полиомиелит, появились вспышки энтеровирусного B17-менингита, передающегося водным путем. Абсолютно, так сказать, как бы понятные для филогенетиков, вирусологов вещи. Что же происходит с пациентом с далеко зашедшей стадией в морфологическом отношении, с развившейся гепатоцеллюлярной карциномой и декомпенсированным циррозом, которым, ну вот, так сказать, так случилось, была назначена прямая противовирусная терапия. Вашему вниманию представляется исследование ЭПАТЕР, по-французски читается это правильно, АНР-СИО-22, которое оценивало клинические исходы хронического гепатита С препаратами противовирусного действия. Это мультицентровое было исследование. 2156 пациентов с хроническим вирусным гепатитом С без анамнеза трансплантации, про трансплантацию нам еще очень много интересного расскажут, гепатоцеллюлярной карциномы или декомпенсированного цирроза печени. Ну, в общем, вполне себе хорошие пациенты. И смотрите, и риск развития снижения гепатоцеллюлярной карциномы снижается, и степень декомпенсации цирроза печени, и общая смертность, не связанная с поражением печени, и смерть, обусловленная, собственно, заболеванием печени. Все эти параметры статистически достоверно снижались вот в этой группе пациентов, так называемых, ну, пусть не идеальных, но в общем без цирроза, без гепатоцеллюлярной карциномы. Вот еще четыре исследования, которые ретроспективно оценивали частоту рецидива гепатоцеллюлярной карциномы больного с хроническим вирусным гепатитом С. Это что значит? Это ГЦК возникло на фоне развития HCV-инфекции. Пролечили этих пациентов после какого-то вида лечения ГЦК и отслеживали рецидив. Но такой очень интересный анализ складывался здесь. Методы лечения гепатоцеллюлярной карциномы были разные. Резекция и абляция. И даже без всякого противовирусного лечения сегодня хирурги, оперирующие этих пациентов, они прекрасно знают, что в принципе вовремя выполненная резекция ГЦК, исход и вероятность рецидива всегда ниже, чем при абляции. Поэтому насколько корректно сегодня трактовать эти результаты, что вот назначение прямых препаратов с противовирусным действием, кстати сказать, в одном столбике их доказательства есть, а в другом случае совершенно таких доказательств нет. Вот эти центры в Италии, например, зелененький столбик. Я еще раз призываю всех очень корректно относиться к интерпретации представляемых результатов. И, по-моему, долгосрочные выводы на этот счет сегодня пока делать рано, уж как минимум. Ну и опять вот тот самый регистр СВО и СИКВЕНС, у которых все не очень хорошо получилось с первой попытки пациента. Между прочим, ну вот этот регистр действительно, знаю, он оценивал другое. Он оценивал чистоту развития гептоцеллюлярной карсиномы. Здесь мы получили доказуемые, совершенно, так сказать, внятные данные почти в 3,5 раза. Там, где гептоцеллюлярной карсиномы раньше не было. Таким образом, мы сегодня, как минимум, вот сегодня, в точке Х 2 марта 2017 года можем сделать какие выводы? Что длительное удержание стойко-версологического ответа ассоциировано с назначением препаратов с прямым противовирусным действием? Что эта схема стабилизирует заболевания печени и улучшает жизнь пациентов с циррозом? Доступные сегодня данные предполагают низкую частоту развития случая в ГЦК, да, после достижения стойко-версологического ответа. Проточные данные о риске рецидива ГЦК у пациентов, имевших ГЦК в анамнезе, пока нет. Но, тем не менее, вот Европейское медицинское агентство рекомендует оценку риска рецидива рака печени при проведении вот такой терапии. Колоссально важное значение сегодня приобретает оценка качества жизни пациентов, находящихся на той или иной терапии. Ну, что я вам буду рассказывать? Здесь все практикующие врачи, я очень многих знаю, мы прекрасно понимаем, что такое была интерферонотерапия и терапия рибаверина. Я уже не говорю, так сказать, про серьезные какие-то вещи, как нейтропения, тромбоцитопения. Я говорю про тяжесть просто даже физического общения с пациентом, потому что он становился на этот период членом твоей семьи, потому что тяжелейшие эмоциональные и психические переживания. И уж про качество жизни здесь говорить не приходилось. И мы совершенно видим очевидное преимущество схем терапии в этом смысле препаратов прямым противовирусным действием. Обобщенный анализ результатов у пациентов в исследованиях Астрала-1 и 4 с циррозом и без цирроза, с достигнутым стойким вирусологическим ответом. И мне кажется, важность иллюстрации здесь в том, что качество жизни все время, начиная с момента лечения, стремится вверх. И на 24 неделе оно выше, чем на 12. А что делать с пациентами, которые не достигли вирусологического ответа даже при применении вот этих препаратов? Основные проблемы будут, конечно, связаны с теми пациентами, у которых продемонстрирована резистентность к НС-5. Это сложности, с которыми мы будем сталкиваться. И основная масса неудач, фактически 60-70%, будет связана именно с тем, что у пациента есть мутации, обусловленные в НС-5. И посмотрите, возможности для перелечивания в зависимости от присутствия вариантов, ассоциированных с развитием резистентности. В зависимости от ранее назначенного препарата с прямым противовирусным действием, возможности для перелечивания без РАФ мутации могут быть ограничены у пациентов, которые уже имели опыт лечения противовирусного. Посмотрите, последний столбик. Препарат нам всем известный, трехкомпонентный в одной упаковке, 27%. Что это значит? Как интерпретировать этот результат? 27% из них, из пациентов, которые получали эту терапию, могут быть подвергнуты перелечиванию. Но перелечивать таково мы будем 27% из тех 3-2%, которые не достигли результата. Надо очень правильно интерпретировать полученные данные. Ну а, собственно говоря, препараты, которые включают в себя софосболит и схема лечения, это всегда достаточно высокий вариант для проведения противовирусной терапии. Реактивация хронического вирусного гепатита B и HCV инфекции. Очень важный такой момент, с моей точки зрения. Были серьезные, срочные, угрожающие, так сказать, публикации FDA на вот этих пациентов. Посмотрите, данные разные. Я отслеживал этот материал и имел контакты с Европейским медицинским агентством, в частности. 29 случаев описано сегодня, 5 в США, 19 в Японии. Япония имеет принципиально другой тип хронического вирусного гепатита B. Это всегда HB и антиген позитивный. Вертикальный путь передачи с высоким уровнем HBV, ДНК. И еще надо понимать две вещи очень важные, когда мы оцениваем эти результаты. Реактивация HBV инфекции и реактивация HBV гепатита, определяющего, собственно говоря, судьбу и прогноз пациента. Это тоже две, да, Джамал Тинч, принципиально разные вещи. Вот у нас тут гуру сидит всероссийский по хроническому вирусному гепатиту B. Но, тем не менее, по-видимому, это, знаете, как история с маптерой в свое время, когда она впервые появилась. Через какое-то время очень быстро были внесены изменения в инструкцию к препаратам. Даже изолированное определение анти-HB-кор и ГГ без всяких других маркеров требовало при назначении маптеры назначение специфической превентивной терапии хронического вирусного гепатита B. Я думаю, что, возможно, в скором времени мы нечто подобное увидим и в инструкциях к препаратам с прямым противовирусным действием. Есть данные, которые говорят нам о том, что интерферон, содержащий схемы, раньше они тоже, собственно говоря, что реактивировали HBV-гепатит у пациентов с коинфекцией, когда мы им лечили гепатит С. Еще раз хочу, если кому-то будет интересно вот эти вот прямо исследования, надо очень четко отличать повышение виромии в части HBV-ДНК и, собственно говоря, реактивация гепатита, как клиника морфологического процесса. Но, тем не менее, сегодняшние данные вот говорят, что частота реактивации не отличается. Правда, количество пациентов 1037 было на интерфероне, а на прямых противовирусных препаратах пока 148. Еще раз хочу сказать, что, наверное, нам нужно очень внимательно пока относиться к этим данным и существенным образом их мониторировать. Ну и что я хотел сказать в конце, что мы можем сегодня сказать совершенно определенно, вот 2 марта 2017 года, когда мы анализируем эту ситуацию с прямыми противовирусными препаратами, можем совершенно определенно сказать, что эффективность современной схемы противовирусного лечения, контрольная точка, давайте возьмем ее так, это негативные тесты на РНК, вирусы гепатита С через 24 недели, я не говорю, что цирроз растает через 24 недели, эффективность, контрольная точка, эрадикация HCV, мы говорим только об этом сегодня, сейчас, пока, достигает 100%. Тем не менее, очевидное сокращение длительности лечения, что обуславливает возможность практической имплементации системы общественного здравоохранения, а именно страховой медицины, возможность избежать побочных эффектов, связанных с назначением интерферонов и рибаверина, значительно расширяются терапевтические группы для лечения, снижается риск фатальных исходов, гепатоцеллюлярная карцинома, декомпенсация печеночного заболевания, смертность, связанная с основным заболеванием, улучшается качество жизни пациентов, а вот реактивация хронического вирусного гепатита С, это отдельная проблема, требующая дальнейшего динамического наблюдения. Благодарю вас за внимание. Спасибо, Академия, за интересный доклад. Вы представьте. Да, Елена Владимировна, спасибо вам за такую оценку, мне очень важно ваше мнение. Сейчас мы будем друг другу делать комплименты. Владимир Евгеньевич Сюткин, человек с колоссальным, колоссальным опытом, ведения пациентов в претрансплантационном и посттрансплантационном периоде. Я вам объясню, почему. Потому что мы находимся с вами на территории субъекта Российской Федерации, где трансплантация печени, ведение пациентов в основном реализуется, так сказать, за счет средств субъекта Российской Федерации. Поэтому Институт Склифосовского у нас в этом смысле всегда будет находиться в приоритетном таком вот положении. И большее количество больных, и операционная активность, и так далее, и так далее. Потому что, ну потому что это вот так. Поэтому я с большим удовольствием предоставляю слово профессору Сюткину с докладом получения стойку вирусологического ответа у пациентов с тяжелым фиброзом и циррозом. Можно ли сегодня говорить о безлечении? Актуальнейшая тема. Пожалуйста. Игорь Геннадьевич, Алина Владимировна, огромное спасибо за такую, так сказать, за такое предварение моего сообщения. Значит, очень сложно выступать после таких, да, докладчиков прекрасных, которые уже, собственно говоря, большую часть вопросов осветили. Вот. Ну, достаточно давно известно, что стойкий вирусологический ответ у большинства групп пациентов хорошо конвертируется в отдаленные положительные клинические последствия и со снижением частоты цирроза печени, рака печени, увеличение общей выживаемости больных. И, по сути дела, есть только одна небольшая группа пациентов, для которой вот это было неочевидно. Это больные с декомпенсированным циррозом печени. Ну, это лишь часть моего сегодняшнего сообщения, а в целом целью моего сообщения является попытка представить те данные, которые на сегодняшний день у нас есть в нашем распоряжении, те научные данные, которые позволяют говорить о том, что получение стойкого вирусологического ответа конвертируется у больных с выраженным фиброзом и циррозом печени, некомпенсированным и декомпенсированным в благоприятные клинические исходы. Так, а на что нажимать-то? На это? Ой, вот. Так я на что-то. Прощение, а то я тут же муж, ну на что-то. Ну, склоужер. Итак, что мы обычно понимаем под излечением от гепатита С? Ну, как Игорь Иванович уже сказал, для всех больных это освобождение, очищение организма от вирусной инфекции, стойкий ответ, который у 99 и 99 процентов случаев конвертируется в длительный ответ, пожизненный ответ на отсутствие определения вируса в крови, уменьшение в степени фиброза печени, но для больных с циррозом печени есть несколько специфических специальных таких вот реперных точек, точек для оценки эффективности нашей терапии. это улучшение функциональных печеночных проб, традиционно мы используем две шкалы, это шкала ChildPew и шкала Melt, улучшение портальной гипертензии, отдаление трансплантации печени, движения в листе ожидания, и тогда даже исключение из листа ожидания наших пациентов, уменьшение риска декомпенсации, компенсированной до того болезни, снижение риска развития гепсулярного рака, ну и для всех пациентов это улучшение выживаемости. Ну, вирусологическая эффективность современных противоречесных режимов у больных с декомпенсированным циррозом. Понятно, что при декомпенсированном циррозе, по сути дела, для нас возможно единственная комбинация софосбувира с одним из ингибиторов NS5A фрагмента вируса. И мы видим данные, я очень коротко об этом буду говорить, мы видим данные софосбувир или дипосфир, первая лекарственная комбинация, с рибавирином 12 недель, два исследования соляр, и реальная клиническая практика, в общем-то, данные у больных с циррозом печени, декомпенсированным циррозом печени ЧАЛ, ПЮ, В и С, они, в общем-то, сопоставимы в клинических испытаниях и в реальной клинической практике составляют около 90%. Другая лекарственная комбинация софосбувир и виллопатасфир, фиксированная с или без рибавирина у больных с циррозом печени. Также очень хорошие клинические данные по первому генотипу чуть выше, по третьему традиционно чуть-чуть ниже, но в целом выше, около 90% эти частота излечения составляет. Ну и исследование ИЛА-1, поменьше больных к нему включалось, но зато эта комбинация с фуфосбувир и калтозвер, она доступна на сегодняшний день в Российской Федерации для лечения наших пациентов. Цирроз ЧАЛ, ПЮ, 94%, ЧАЛ, С, несколько ниже эффективность, только 56%. Это вирусологическая эффективность. Теперь посмотрим, конвертируется ли она в какие-то благоприятные клинические исходы. Ну, первое, это влияние получения стойко-вирусологического ответа на фиброз печени у больных с далеко зашедшим фиброзом и циррозом печени. Значит, относительно небольшое исследование включалось, включено в него 100 пациентов и проводилась ретроспективная оценка тех больных, в которых был получен стойкий вирусологический ответ. Методом фиброластометрии оценился фиброз печени в динамике. Средний период наблюдения составлял 2,5 года таких пациентов. И мы видим, что у больных с далеко зашедшим фиброзом в 70% к 69% случаев наблюдалось улучшение степени фиброза по данным фиброластометрии, включая 25% у которых при повторных замерах выраженности фиброза плотность печени соответствовала стадии F0. и у больных с циррозом печени в 55% случаев наблюдался регресс фиброза, включая 10% пациентов, у которых при повторных замерах жесткости печени картина соответствовала F0 степени фиброза. Никто не говорит, хотя данные немного противоречивы, но я не склонен полагать, что нарушение дольковой структуры печени обратимо. Но вот фиброз даже на стадии цирроза печени, он все-таки обратим и с течением времени у больных, у которых был получен стойкий вирусологический ответ, фиброз регрессирует, что является, конечно, безусловным благом для этих пациентов, даже если дольковое строение не восстанавливается. Следующий, так сказать, топик – это влияние стойкого вирусологического ответа на клинические исходы у больных с выраженным фиброзом и компенсированным сиррозом печени. Исследование Дальтон. Более тысячи пациентов, которых лечили с циррозом печени, компенсированным и декомпенсированным циррозом печени, которых лечили различными режимами, содержащими софосбувир. Обращаю ваше внимание, что 19% из этих пациентов это больные с декомпенсированным циррозом печени, значит, наблюдались 240 недель. И мы видим, что с течением времени функциональный класс компенсации улучшался. Зеленые столбики Чайлд Пью А, синие столбики Чайлд Пью Б, красный цветом на слайде показано Чайлд Пью С. Больные и у больных с исходным циррозом Чайлд Пью Б период наблюдения составлял до 42 месяцев с момента начала терапии, с исходным Чайлд Пью С до 36 месяцев, то есть 3 года с момента начала терапии. И чем дальше мы наблюдали этих больных, тем большая доля пациентов имела компенсированную болезнь печени. То же самое исследование испанской группы из следователей из Барселоны в отношении частоты развития рака. Рассчитывалось такой показатель, как частота случаев гепцеллярной карциномы на 100 пациента лет. Ну, как бы понятно, что это такой достаточно искусственный показатель, но тем не менее он имеет право на существование на больших массивах пациентов. Если события случаются не очень часто, так сказать, то какие-то такие индексы выбираются для того, чтобы можно было как-то корректно проводить оценку. И мы видим, что частота новых случаев гепцеллярного рака у больных с компенсированным действия содержащими режимами, содержащими софузбувир, составляла 0,5 случаев на 100 пациента лет. В то время как работы, которые изучали аналогичные показатели в группе больных, у которых стойки ростологический ответ был получен в результате терапии, содержащей препараты интерферона, он был несколько выше, 1,39, 1,82, две таких работы на 100 пациента лет. У больных с декомпенсированным циррозом частота выявления рака печени от 100 пациентов лет была 2,6, то есть несколько выше, но у нас нет группы сравнения, потому что препараты интерферона достаточно ограниченно применялись, если вообще применялись у больных с декомпенсированным циррозом печени, поэтому говорить о корректном сравнении с стойким ростологическим ответом, полученным в результате действия препаратов гилеронтерферона не приходится. Ну и аналогичная американская база данных, включавшая вообще огромное число пациентов, более 100 тысяч человек, которые наблюдались, включались в этот регистр с декабря 2013 года, когда первому пациенту из этой группы был доступен препарат савальдисов, препарат софузбувира оригинальный. И если мы не проведем стратификацию по возрасту наличия цирроза печени и портальной гипертензии, то создается ощущение, что больные, которые получали софузбувир, содержащие режимы, у них частота рака несколько выше. Но на самом деле после стратификации понятно, что больные, не получавшие противовирусной терапии и больные, получавшие эффективную терапию, у них частота случаев гепцеллярного рака сопоставима, по крайней мере не выше на фоне софузбувир, содержащей терапии. Следующий топик. Улияние стойкого вирусологического ответа на выраженность портальной гипертензии. Конвертируется ли каким-то образом аверемия, которую мы получаем, что происходит с давлением в системе воротной вены и осложнениями, которые у нас встречаются в нашей клинической практике. Очень интересное исследование, исследование инвазивное, подразумевавшее повторную, неоднократную оценку градиента давления в печеночных венах. Мы знаем, что это хороший предиктор осложнений. Мы знаем также, что на основании этого градиента, согласно последним консенсусам Бавена, мы проводим, мы классифицируем, квалифицируем портальную гипертензию как клинически значимую, в том случае, если этот показатель составляет 12 мм ртутного столба и более. Мы также знаем, что снижение транспеченочного градиента давления на 20% и более от исходного коррелирует с всеми основными клиническими благоприятными исходами, связанными с осложнением портальной гипертензии, снижением частоты ацита, кровотечения из вен пищевода, гепатаринального синдрома, общей выживаемостью. И вот две группы пациентов, одна из которых получалась футбюр и баверин, и в начале и в конце терапии на 48-й неделе оценивался градиент транспеченочного давления. Другая группа больных сначала в течение 24-х недель наблюдалась, в начале и по завершении наблюдения также проводилось измерение давления, градиента давления в печеночных венах, потом получался 48-недельный курс терапии. И была добавлена еще одна конечная точка, это оценка градиента давления в печеночных венах через 48-недель после окончания терапии. Доступными были только для анализа такого 9 пациентов из второй группы. Наиболее интересные 9 пациентов, если мы посмотрим на динамику изменения градиента давления в печеночных венах у этих 9 пациентов, то мы увидим, что статистически значимых изменений в ту или другую сторону не наблюдалось ни за период наблюдения до начала терапии, ни в процессе противовирусной терапии 48-недель. Однако уже на 48-й неделе, то есть через 120 недель после начала наблюдения у больных пациентов был получен стойкий вирусологический ответ и соответственно в 29 процентах случаев наблюдалось статистически значимое снижение градиента давления в печеночных венах от исходного. Из этих 9 пациентов у 8 наблюдалось снижение градиента давления в печеночных венах на 20 процентов и более, а у 3 оно упало даже ниже порога отсечения в 12 миллиметров ртутного столба. Ну и наконец моя любимая тема для сообщения тема очень неоднозначная и противоречивая это насколько мы можем говорить об влиянии вирусологических достижений наших стойко получения стойкого вирусологического ответа на здоровье больных на клинические исходы больных с декомпенсированным циррозом печени поскольку как Геннадьевич мне уже представил сферма профессиональных интересов она как бы вокруг трансплантации печени сосредоточена и вопрос когда лечить пациентов с декомпенсированным циррозом печени до трансплантации после трансплантации начинать до и переходить так сказать продолжать если появляется орган то есть это в общем достаточно важная и интересная такая тема и начать я хотел бы с одного клинического наблюдения которое у нас было еще в эпоху до так сказать появления такого широкого безэнтерфероновых режимов и показать вот как говорится наши труды возможности недостатки тех режимов которые были и все-таки попытаться как-то аргументировать предварить вернее свое последующее изложение уже связанное с эффективностью препаратов прямого противоросного действия и так пациентка 50-го года рождения в возрасте 61-го года была подвергнута процедуре трансплантации печени по поводу компенсированного цирроза в исходе хронического гепатита С стандартной иммуносупрессии инфицирована была вирусом первого Б генотипа и вскоре после трансплантации печени у нее развивается очень агрессивный гепатит с желтухой то есть если это октябрь 11-го года это трансплантация через 6 месяцев желтуха белорубин 220 микромоль на литр появляется асцит который не позволил нам выполнить биопсию печени подтвердить диагноз фиброзирующего холестатического гепатита но он был заподозрен активность гепатита была относительно невысокой для такой желтухи это уровень фермента на уровне 200 международных единиц и вирусная нагрузка где-то в районе 6 миллионов международных единиц была начата на тот момент единственно возможная двойная терапия пиглированная верфероном и рибаверином это апрель 12-го года ничего другого тогда у нас в общем-то и не было и не могло быть с клиническим отчетливым эффектом видите что желтуха уменьшается активность гепатита уменьшается белорубин становится не 220 а 109 в четвертой неделе и получается частичный вирусологический ответ на нашу двойную терапию терапия была продолжена сначала до 12 недель с хорошим биохимическим ответом наблюдается нормализация показателей активности АЛТСТ белорубин примерно порядка 28 микромолль на литр ну то есть в общем все хорошо однако вирусная нагрузка возвращается к сходным цифрам по всем канонам нам надо было прекращать эту терапию на тот момент но с учетом хорошей клинической эффективности лечение было продолжено до 24 недели когда мы все-таки его прекратили с полной вирусологической неэффективностью и вновь закручивается активный гепатит хотя уже так сказать паттерн болезни скорее всего меняется я не могу говорить доказательное у меня нет гистологии так сказать первой вот но я предполагаю что вот это наш курс двойной противоречной терапии поменял вариант течения гепатита с фиброзирующего холестатического гепатита на хронический гепатит трансплантата на активный хронический гепатит я так предполагаю во всяком случае с некоторой долей уверенности ну и в общем-то мы выжидаем мы выжидаем а болезнь течет потому что на тот момент никаких других препаратов у нас не было через два года мы верифицируем гистологически фибрилостометрически всеми возможными способами цирроз трансплантата значит вот я сейчас подробно комментировать не буду этот слайд чтобы не погружаться в него сейчас мы пропустим все вот эти вот наши перипетии и перейдем сразу вот к этому слайду где я постарался убрать все лишнее оставить только те показатели которые характеризуют функциональное состояние печени я убрал отсюда трансаминаза так сказать вот вирусная нагрузка и что происходило так сказать с нашей пациенткой и так октябрь 13 октябрь 11 года я напоминаю трансплантация через 2 года констатация цирроза печени по сути дела марта 14 года декомпенсированный цирроз печени альбумин 29 билирубин 73 мы в ожидании телопривира получаем начинаем вводную фазу то есть двойную терапию и что мы видим с вирусной нагрузкой да она здесь седьмой снижается опять на три порядка как и в первый раз частичный вирусологический ответ однако клинически все течет совершенно иначе и у нас значительное ухудшение в течение болезни альбумин продолжает падать билирубин нарастает пациентка переходит в категорию чайл пью ц становится вопрос о внесении в лист ретрансплантации печени однако пациентке 64 года шансы на то что она получит орган в общем-то минимальные и встает вопрос что нам собственно делать продолжать запланированное так сказать присоединять теллопривир или же отказаться и ждать в общем-то будет орган или наступит раньше смерть этой пациентке чем не дождется она органа все-таки решили так сказать продолжать на тот момент уже был очень небольшой опыт с теллопривиром опять я не буду сейчас вдаваться в подробности теллопривир сейчас не используется и мы пережили с этой больной за 48 недель терапии сначала 12 недель тройной потом остальной период двойной терапии все возможные осложнения какие могли быть связаны с теллопривиром мы давали все возможные корректоры так сказать вот и в общем она завершила наблюдение и улучшила свои показатели к моменту окончания это февраль 15-го года зелененьким так сказать вот выделено на слайде МЛ-9 ЧАЛ-ПЮ-7 то есть это класс функциональный класс Б однако уже через 2 месяца она демонстрирует вирусологический опять-таки рецидив уже мы не стали здесь ждать так сказать дальнейшего течения событий благо дело была программа благотворительного доступа и удалось получить от компании гилья от софосбуфир оригинальный вот и с учетом хорошей переносимости этой пациентки опять была начата тройная терапия с включающая пигелироперфиума переносилась значительно лучше в течение 12 недель проводилась как положено был получен непосредственный ответ на терапию был получен стойкий ответ на терапию стойкий ответ на терапию конвертировался в длительный ответ на терапию а самое главное что эта пациентка полностью компенсировала свою болезнь печени она на сегодняшний день функциональному классу А относится прекрасно себя чувствует и периодически приходит на визит это позволило исключить ее из каких-либо обсуждений ретрансплантации печени вот такая вот история драматическая в общем-то история вот такая вот больная очень сложная и собственно я ее к чему иллюстрирую это возможности так сказать даже вот тех старых наших схем даже в условиях после трансплантации печени получить не только вирусологическое эффективное не только вирусологический ответ но этот вирусологический ответ конвертировать в ответ собственно говоря клинический то есть то А теперь, собственно, к заявленной теме. Начиная с 2000 года, хирурги портальные для оценки эффективности трансъюгулярного протисистемного шуринирования стали применять так называемую модель оценки терминальных стадий заболевания печени, известную нам как MELT. С 2003 года на вооружение берут трансплантологи, потому что эта модель, в отличие от модели по ChildPew, которая оценивала годичную или двухгодичную выживаемость предстоящую, оценивает гораздо более краткосрочную выживаемость, и переживут ли эти больные трехмесячный период. А что такое трехмесячный период для нас? Это период проведения нашего стандартного противовирусного курса, это наши 12 недель противовирусной терапии препаратами прямого действия. И как оказалось, что порог отсечения проходит где-то на уровне оценки MELT 20, то есть если MELT менее 20, то 6% смертности в первые три месяца. Если MELT 20 и более, то вы видите, катастрофически возрастает предстоящая вероятность смерти в ближайшие три месяца терапии. Какие больные включались с декомпенсированным циррозом в наши клинические ключевые испытания? Это в основном больные, у которых MELT был не только меньше 20, но и менее 15. Единичные больные с MELT более 20 были включены в исследование LA-1, SOLAR-1 и SOLAR-2. Таким образом, большинство наших больных имели 94% шанс завершить противовирусную терапию, завершить этот 12-недельный курс. Это метаанализ, ну, фактически не метаанализ, это анализ первичных данных, пересчет первичных данных семи клинических испытаний и исследований реальной клинической практики у пациентов, которые получали с декомпенсированным циррозом противовирусную терапию различными препаратами. Вот, там, естественно, оба соляра туда вошли, и LA-1, о котором я уже упоминал, и исследования грозапривира лбосфиры, исследования британского доступа, и исследования сафлабир-веллпатасфир, вот, значит, и даже, да, ну, и даже тройная терапия сафлабир-веллпатасфир и семипривир. В 801 пациент с декомпенсированным циррозом печени, ну, очень легко запомнить результаты, ровно 60% больных улучшили немножко MELT, немножко или значительно улучшили MELT по завершении периода лечения, трехмесячного периода наблюдения, то есть тогда, когда мы оценим стойкий браслогический ответ. А в 40% случаев не наблюдалось такого улучшения, 17% без динамики, 23% ухудшения оценки MELT. И давайте поговорим о том, что ждет, прежде всего, вот эти 40%, у которых нет улучшения MELT после эффективного, большинство больных был получен стойкий браслогический ответ, после вирусологических позиций эффективного курса противовирусной терапии. Возможно ли прогнозировать улучшение оценки MELT до начала противовирусной терапии? Существует ли некая точка невозврата в функциональных печеночных пробах, которые позволяют говорить о том, что проведение курса заведомо нецелесообразно, и пациент должен рассматриваться как кандидат на трансплантацию печени? А те 60%, у которых получено улучшение MELT, является ли это бесспорным благом для этих пациентов? Конечно, трансплантация печени может быть отсрочена, больной будет передвинут в листе ожидания на более-менее выигрышный, так сказать, по отношению к получению органа позиции, однако сохраняется риск прогрессирования, риск осложнений портальной гипертензии, развития рака печени. Ну и для России это не актуально, поскольку наше законодательство не позволяет использовать нам для пересадки из ЦФЦ анти-ХЦ позитивных доноров. Но для большинства стран мира, где эта практика существует, юридически она закреплена, уже больных, которых получен, допустим, стойкий вирусологический ответ, он не может использовать для трансплантации, не получить орган инфицированный. Это на самом деле очень серьезно. Опять-таки был проанализирован огромный массив данных, 47,5 тысяч пациентов из регистра американского, ожидающих трансплантацию печени, начиная с 2003 года. И мы видим здесь динамику включения больных с вирусными гепатитами С, красная кривая, с вирусным гепатитом В, это зеленый пунктирчик, и неалкогольный стеатогепатит, частота которого в последнее время возрастает, именно частота терминальных стадий болезни печени, ассоциированных с неалкогольным стеатогепатитом, она возрастает и выходит на лидирующие позиции, в том числе и по включению больных в лист ожидания трансплантации. Но мы видим, что в эпоху препаратов прямого противоростного действия, наверное, это где-то начиная с 2014 года, можно говорить, происходит значительное уменьшение включения больных с гепатитом С в лист ожидания трансплантации печени. И вот еще одно исследование, которое тоже мне очень нравится, это исследование австралийских авторов. К сожалению, доступно нам пока, я просил представителей фирмы просмотреть литературу, нет ли более поздних публикаций, но, к сожалению, это пока что только то, что сообщалось в ноябре 2015 года в Бостоне на Конгрессе Американской Ассоциации Гепатологов. Значит, больные с декомпенсированной циррозной печени, которые получали терапию в течение 24 недель со футбувиром и деклотосфиром без рибаверина, исходные значительно более тяжелые, чем пациенты, которые вошли в исследования ЛА1, Соляр 1 и 2. Средний МЭЛ-17. И вот посмотрим, что у них происходило в процессе противовирусной терапии. Половина больных с исходным МЭЛДом больше 15, но меньше 20, завершила противовирусную терапию с МЭЛДом менее 15. То есть, соответственно, для большинства... Почему вот еще важен МЭЛД-15, вот эта вот цифра? МЭЛД-20 я объяснил, почему важен. Там возрастает смертность резко трехмесячная. А МЭЛД-15 это такой порог отсечения для большинства центров, которые ориентируются на эту оценку для включения пациентов в лист ожидания трансплантации печени. Кто-то 14, кто-то 15. Но, в общем, вот в районе этой цифры начинается рассматривание, так сказать, кандидатуры пациента как кандидата в постановку в лист ожидания трансплантации печени. И только у трех из шести больных с исходным МЭЛД-20, МЭЛД несколько улучшился, но не достиг ни в одном случае порога отсечения в 15 баллов. Ну, это вирусологические результаты, там довольно много было рецидивов у больных с третьим генотипом вируса. И самое главное, что вот эти больные уже в процессе лечения, они не так комфортно себя чувствовали, как больные, включенные в исследование ЛА1, Соляр1 и Соляр2. Часть пациентов умерла на фоне терапии, в 18 случаях была проведена трансплантация печени. В общем, это не такая вот комфортная для лечения группа пациентов. Больные с исходным МЭЛД-15 баллов и более. И, наконец, последнее. Это программа расширенного доступа, британская программа расширенного доступа к софосбувиру одному в комбинации с одним из ингибиторов НС-5А, деклатосфиром или ледипосфиром, плюс-минус рибоверин. Чем хорош этот анализ исследований реальной клинической практики? Он очень интересен тем, что в исследование вошла группа сравнения больных с декомпенсированным циррозом, которые не получали противовирусную терапию, сопоставимые по всем основным характеристикам с той группой пациентов, которые получали противовирусное лечение. Давайте посмотрим, насколько тяжелыми были больные, которые наблюдались в этом исследовании в британском реальной клинической практике. МЭЛД средний 12. Мы уже с вами знаем, что это не очень много. Большинство больных, 73% от Child P.U.B. И даже допускались больные в исследование Child P.U.A., у которых была декомпенсация в анамнезе. То есть Child P.U.C. 10% составил только от пула больных, которые в это исследование включались. Соответственно, у исследователей было время на посмотреть. Ну, левая часть слайда вирусологические, так сказать, эффекты. Я не буду к ним привлекать внимание. Первый генотип чуть получше, третий генотип чуть похуже. Ничего, как говорится, стердинарного. Все это мы, в общем, знаем. Через три месяца после завершения терапии оценивался не только стойкий вирусологический ответ, но и оценивалась динамика. МЭЛД и клинические исходы. Какие клинические исходы? Ну, жив-нежив, декомпенсация, вновь возникшая. Я напоминаю, что часть больных были исходно компенсированные болезнью печени. Новые случаи рака печени, сепсис, трансплантация печени, госпитализация в связи с любыми причинами. И ухудшение МЭЛД на 2 балла, более 2 баллов. Да, и, прошу прощения, и вы видите, что различие между больными, получавшими терапию, большинство из которых, как вы видите, 90%, у них был получен стойкий вирусологический ответ, и больными, не получавшими противовирусной терапии, она наблюдалась только в отношении показателей, вновь возникшей декомпенсации, и ухудшения оценки МЭЛД. Остальные исходы, в общем-то, в этом краткосрочном периоде наблюдения, частота их статистически значима между этими группами больных не различалась. Ну, ладно, это краткосрочный период наблюдения, так сказать, 3 месяца лечили, 3 месяца наблюдали. Исследование было продолжено дальше. Ну, группа сравнения уже ликвидировалась, самоликвидировалась, большая часть этих пациентов перешли в основную группу. Естественно, никто не будет держать больных с декомпенсированной циррозой печени без противовирусной терапии, в то время, как она может быть получена в настоящую, так сказать, эпоху. И посмотрим, что же происходило через 15 месяцев после начала противовирусной терапии, то есть через год после ее завершения. Все, заканчиваю. Дело в том, что оценивались те же самые клинические исходы в зависимости от того, была получена или не была получена положительная динамика MELD. И мы видим, что статистически значимо не отличалась частота клинических исходов у пациентов с улучшением MELD, у пациентов, у которых MELD оставался на 6 месяце после начала лечения без динамики, и у тех, у которых оценка по шкале MELD ухудшалась. Только некий тренд наблюдался в последней группе больных в частоте неблагоприятных клинических исходов. Таким образом, какие больные выигрывают от эрадикации вирусом гепатита С? Прежде всего, это больные с компенсированной болезнью, это больные с циррозом CHILD-PU-B. И только у 20% больных с циррозом CHILD-C и у 30% больных с исходным MELD-15 и более отсутствовали вот эти вот клинические исходы неблагоприятные, о которых я говорил. Ну, вот, собственно говоря, итоги. Я не буду их озвучивать тогда, раз уже время нас лимитирует. Они, в общем-то, написаны на слайде. В общем, большое спасибо. Спасибо, Владимир Евгеньевич, спасибо огромное. Мы, конечно, только Елена Владимировна у нас оказалась самым дисциплинированным человеком, уложилась в регламент. Формально, конечно, у нас еще есть там несколько минут до, так сказать, следующего симпозиума 13.10. Но, тем не менее, все-таки, может быть, есть какие-то вопросы, которые вот прямо кровь из носу, прямо сейчас хочется обсудить. Но сделать некое резюме мне бы хотелось. И мне поблагодарить хотелось бы участников сегодняшнего совещания и организаторов этого совещания. Потому что вопросы, которые освещались сегодня, это крайне важные вопросы. Это вопросы стратегические. Это вопросы, которые еще нам предстоит проработать и сделать совершенно правильные и корректные выводы. Можно короткий вопрос? Да, конечно. Владимир Евгеньевич, так лечить или не лечить перед трансплантацией? Ну, на этот вопрос я постарался ответить, а еще лучше на него ответила, как ни странно, на Европейской ассоциации гипотологов. И, собственно, их консенсус стал мне доступен. Ну, он, собственно, и появился, и тогда же стал мне доступен, когда появился. Уже после того, как я первый раз готовился к выступлению по этой программе. И я был очень рад, что мы совпали с коллегами из Европейской ассоциации. Если MELT 18 баллов и более, то лечить после трансплантации. Если MELT до 18 баллов, то пытаться лечить до трансплантации. Спасибо. Спасибо. Мы именно так и будем поступать. Спасибо огромное коллеге. Вопросов больше нет, я так понимаю. Тогда я еще раз благодарю всех за внимание, за то, что вы нашли время посетить сегодняшнее мероприятие. И отдельное спасибо организаторам мероприятия, конечно же. Все. Спасибо. 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 Htodan. 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 Htodan.